все виды отсрочек от армии друзья всем привет на канале службы защиты призывников меня зовут лангурян алексей в этом видео мы с вами разберем вот все блоки все такие вот именно прям виды отсрочек чуть-чуть укрупненно чтобы у вас было такое комплексное понимание по каким поводу вообще могут быть отсрочки чтобы уже дальше вы могли углубляться именно туда где у вас предположительно есть повод чтобы уже скажем лучше ориентироваться в этом все понимать на что в целом вам можно рассчитывать так что если вам предстоит язык в армию то обязательно посмотрите на видео до конца чтобы представлять возможно ли для вас получение отсрочек и так первое конечно же это состояние здоровья да то есть у нас есть очень много всяких отсрочек по здоровью да их там их очень много потому что у нас расписание болезни это тот документ которым руководствуется военкомат при проведении военно-врачебной комиссии там более 80 статей это то есть вот статьи по разным видам заболеваний да там и опорно-двигательный аппарат и любые внутренние органы да не знаю там связано там с дыханием с пищеварения вот ну все что угодно нервная система да ну сколько насколько сложен там человеческий организм вот столько там сколько болезней у нас есть все это есть в расписании болезни да поэтому мы сейчас именно в заболевание углубляться не будем но если вдруг вы понимаете что у вас где-то есть какие-то проблемки со здоровьем то безусловно надо с этим разбираться и собственно получать отсрочку если это возможно или даже военный билет опять же если вам возможно получить отсрочку по здоровью наверняка в дальнейшем возможно получить и в целом военный билет освобождения службы в армии кстати если вдруг хотите там проверить насколько у вас есть основания то у нас есть такая небольшая игра виртуальная комиссия военкомате вот ссылочка есть в описании под этим видео переходите пройдете игра в мессенджерах проходит быстро удобно сразу будете представлять на что вам рассчитывать собственно военкомате да такое так крупными мазками да то есть там не будет каких-то больших подробностей но вы уже по крайней мере будете лучше представлять что там будет да так что взять и пройдите если еще не проходили вот друзья это первый и достаточно частый вид отсрочек да то есть здоровье второй вид отсрочек это различные социальные отсрочки да то есть что я имею ввиду под социальными отсрочками например двое детей до двое более детей человек получает отсрочку да то есть все в армии не призывают исполнится 30 лет соответственно получите военный билет также там есть например что это уход за близкими а то есть ну там вот такой вот различные социальные отсрочки то есть если у вас вдруг есть тяжело больные родственники за которыми нужен уход а вы единственный родственник до который по закону обязан ухаживать то возможно это ваш случай я кстати по этому поводу записывал тоже видео не так давно тоже можете его найти там подробненько мы это с вами разбирали ну и сразу скажу что все эти отсрочки конечно же есть он с федеральным законе воинской обязанности и вы можете более подробно там это все почитать в том числе чтобы внизу штамм конечно написано все юридическим языком здесь мы с вами так более лайтово скажем так отзбираем до более человеческим вот это касается социальных отсрочек следующий вид отсрочек это отсрочки для тех кто получил профильное образование и дальше работает в различных силовых структурах сейчас вам перечислю какие структуры здесь имеются ввиду во первых это поступившие на службу в органы внутренних дел государственную противопожарную службу учреждения и органы уголовно-исполнительной системы органы принудительного исполнения российской федерации и таможенные органы российской федерации надо туда поступить непосредственно по окончании образовательного учреждения где вы получили высшее образование вот это первый момент и следующая тот кто поступил войска национальной гвардии российской федерации то есть тоже будет отсрочка на время тест на службу следующий вид отсрочек отсрочка предоставляется у нас тем кто избран депутатом государственной думы федерального собрания российской федерации и так далее да там там есть тоже разные то есть если вдруг вы являетесь депутатом какого-то уровня до государственной системы то соответственно тоже вам будет положено отсрочка и И, конечно же, еще у нас остается такой один очень большой блок, это отсрочки по обучению, то есть тем, кто у нас обучается очно в различных уровнях образовательной системы нашей, то есть отсрочка предоставляется как школьникам, допустим, если вы учитесь в школе, вам исполнится 18 лет, то никто вас в армию не призовет, и если вы успешно сдадите ЕГЭ, то есть хотя бы на тройке, то вы получите отсрочку до октября, до осеннего призыва, весенний призыв вас никто призывать не будет, также отсрочка у нас предоставляется и в среднеспециальных учебных заведениях, и в высших учебных заведениях, конечно же, там есть определенные требования, опять же, сейчас подробно здесь останавливаться не будем, но важно, что если вы действительно учитесь очно, очно всегда важно, то есть если вы учитесь вдруг заочно или там вечерняя форма обучения какая-то, то это уже ни в коей степени, то это уже не подходит для получения отсрочки, здесь у нас всегда только дневная форма обучения, это же касается у нас и магистратуры там и всего там прочего, Так что, друзья, видов отсрочек у нас достаточно много и для большинства на самом деле парней хотя бы что-то да подходит, так что если вдруг у вас возникают какие-то вопросы, то обязательно пишите их в комментариях под этим видео, либо оставляйте заявку о нашем сайте, ссылка на сайт есть также в описании под этим видео, позвони вам, бесплатно вас проконсультируем, и у вас уже точно будет понимание на что именно вы можете претендовать и в чем вам подробнее надо разбираться, может быть в здоровье, может быть у вас есть право на получение отсрочки по обучению, да, но опять же, если вы сейчас учитесь, то надо понимать сколько вам еще учиться, потому что здесь часто парни совершают такую ошибку, что они вот уже заканчивают учебное заведение, а дальше вообще непонятно что, они никак не подготовились, они знали, что будет строчка по учебе, многие об этом знают, И на этом знания часто заканчиваются, потому что остальное уже становится неочевидно. Так вот, друзья, если, опять же, в ваш случае вы сейчас учитесь, то лучше за год, за два, конечно, уже разбираться, имеете ли вы право еще на какие-то отсрочки или на получение военного билета по здоровью, например. И в этом надо разобраться именно вам, а не рассчитывать, что военкомат сам во всем разберется и вам помогут со всеми этими отсрочками. Скорее всего, так не будет. Ну вот, друзья, здесь мы с вами разобрали именно виды отсрочек. Как я уже сказал, если есть какие-то конкретные вопросы по этим внутри, были какие-то более точечные, то задавайте их, обязательно вам ответим. Мы желаем, чтобы у вас не возникало никаких проблем и вы легко получили свои военные билеты. Ну а на этом сегодня все. С вами был Ангулян Алексей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok